Всем привет! Рада приветствовать вас из нашего офиса службы доставки товаров IKEA в городе Саранск. Сегодня мы вам подготовили обзор, посвященный такому необычному товару в IKEA. Он и популярен, но и при этом нужен не каждому человеку. Но, тем не менее, наши подписчики, которые дистанционно оформляют заказы через другие службы доставки в других регионах, попросили нас показать и рассказать подробно о вот таких вот отдушках. У меня на столе 4 цвета и 4 аромата из данной серии. Это персик, оранжево-коричневые тона, ежевика, сиренево-фиолетовый, ваниль, светло-бежевый, кремовый цвет, и лесная ягода, красный, бордовый и немножечко зелени. Прежде чем мы с вами вскроем данные отдушки, и я вам покажу, что внутри, каждый листочек рассмотрим и так далее, хочу общую информацию дать для тех, кто не знаком с данной серией, ну, либо не видел их вживую, не трогал, не нюхал в IKEA. Таких людей много, не у всех есть IKEA под боком, не у всех есть возможность туда попасть. Данный пакетик стоит в IKEA 89 рублей. В период акции бывает до 69 рублей. То есть 70 это минимум, 90 это максимум. 90 грамм веса. Вот такая вот упаковочка. На упаковке нарисована ягодка, либо тот аромат, который содержится в данной пачке. Ну и цветочек в середине, и все вот эти вот мелкие штучки раскиданы по упаковке. Сразу хочу сказать, не обольщайтесь, пахнет вкусно, обалденно, но это ароматизаторы. Здесь нет сухой малинки, здесь нет в другой пачке сухой ежевики. И это все ароматизаторы. Да, цветочки, листочки, все это натуральное сухое, но они высушены определенным способом, подготовлены, запакованы и сбрызнут ароматизатором. Но пахнут они приятно. Аромат держится долго. И, кстати, данный товар производится в Индии, да? Ну, это не является, я думаю, странным. Страна ароматов и так далее. Икея всегда максимально направляет производство в ту сторону, где это очень развито. Еще, кстати, хочу сразу рассказать про необычное использование данных отдушек. С нами уже поделилась этим клиентка наша. Шкаф. Вещи сезонные, несезонные хранятся, все равно появляются какие-то посторонние запахи. Ну, такая вот затхоз, да? Хозяйки, думаю, поймут меня, что девушки-барышни делают. Берут пакетик, делают несколько дырочек маленьких. И дальше этот пакетик с дырочкой просто кладут куда-то на полочку, там, либо на постельное белье. Аромат тонкий, ненавязчивый. Потому что, если, вот, например, вы были в Икеи, заходите в отдел оформления, где там свечки, все вот эти отдушки, ну, очень сильно бьет вот этот вот запах от насыщенности. То есть, когда его много, он даже немного неприятен. Поэтому в домашних условиях не надо большого количества. Чуть. Дали запаха, и его достаточно. Когда вы вскрываете упаковку и пересыпаете данную отдушку в мисочку, в вазочку, в любую емкость, что мы, в принципе, сейчас с вами сделаем, пересыпем в вазочку, посмотрим, как это будет смотреться, не рассчитывайте, что будет у вас очень долго в доме такой вот шлейф аромата. Да, это пахнет, но не особо долго, если вы вскрыли, это открытое пространство. То есть, ну, вот в масштабах комнаты проводили мы такой небольшой эксперимент. У нас клиентская зона в офисе 20 квадратов. Ставили 2-3 вазочки. В течение дня они перестали пахнуть, так как постоянно открывается дверь входная, туда-сюда ходит народ. В начале дня был шикарный запах, потом все слабее и слабее, и к вечеру они уже практически перестали пахнуть. Ну, соответственно, в масштабах квартиры запах сохраняется подольше. Теперь давайте вскрывать. Ну, вскрыть я хочу красненькую, почему-то у меня вот к ней душа больше лежит. Эти давайте пока уберем в сторону. Почему не хочу вскрывать все? На самом деле они одинаковые, отличаются только цветом и запахом. Запах мы, к сожалению, передать вам не можем. Мы можем только показать, что у нас внутри. Значит, запечатан это вот таким вот скотчем, то есть подогнутый край. Подогнут очень хорошо, в принципе, ничего не высыпается. Прежде чем скрою, могу потрясти. Видно, да, что ничего не сыпется. Вот одна маленькая крошечка на столе. Открываю. Вот такой вот у нас пакетчик. Знаете, он даже не салопановый, а вот что-то наподобие, что игрушки детские упаковывают, какой-то такой вот прорезиненный. Ну, запах, конечно, обалденный. Пахнет малины, ягодками всевозможными. Вот я высыпала часть отдушки. Я думаю, многие барышни замечали, что вот данные отдушки используют для красивых фотографий, особенно в Инстаграме. Там, допустим, помаду фотографируют, либо тушь, если это какие-то продающие страницы, и вот используют эту отдушку по цвету, раскладывают предмет, очень красиво смотрится. Значит, смотрите, вот такой вот кусочек древесинки, да, можно встретить. Это прямо вот кора дерева с такой небольшой сердцевинкой. Кладу в вазочку. Ну, что-то наподобие, я не знаю, цветочка, либо шкурки от какого-то яблочка, вот очень мне напоминает засохшее. Они, кстати, помимо того, что ароматизированы, они еще и окрашены. То есть вот листочки зеленого цвета. Вот такие вот темно-зеленые, более ярко-зеленые. Думаю, все-таки это шиповник, либо кусочки розы, ну, что-то вот такое, больше все-таки на дикий шиповник похоже. Здесь поплотнее вот эти вот штучки. Тоже их всыпаем. Так, что здесь тоже еще, вот эти кусочки дерева у нас. Зеленые вот эти вот листочки непонятные. Не смогла, к сожалению, найти информации, что здесь входит. Вот это вот очень на желудь похоже. Шляпка как у желуди. Значит, много вот таких вот штучек. Хочу отдельно показать цветочек. Вот этот цветочек. Серцевинка что-то наподобие каких-то маленьких шишечек хмеля. А сам цветочек, знаете, такое ощущение, что он поролоновый. То есть, допустим, вот до этого, когда в офисе они у нас периодически мы их насыпаем, ну, не вдавались мы в это. То есть, ну, насыпали, красиво поставили, они стоят. А здесь вот сейчас вот его детально подробно смотрим. Если, кстати, кто-то знает, из чего делают вот эти вот цветочки, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Потому что мне кажется, что это что-то наподобие поролона либо пластика, собранного в цветочек, покрашенного, ну, и ароматизатора добавлю. Все на машинные темы говорю. Так, добавили вот это. Высыпаю все остальное на стол. Значит, смотрите, вот полностью пустая пачка. Один листик у меня остался. Значит, вот такая вот кучка. Ее сейчас растрясу, чтобы было понимание, сколько у нас. Ну, в принципе, так вот в мисочку, в какую-то вот небольшую тарелку декоративную этого вполне хватит. У нас в качестве демонстратора вот такая вот вазочка за 59 рублей. Вазочка у нас называется Кронет. Кронт, прошу прощения. Вазочка называется Кронт. Сейчас мы в нее будем насыпать вот эту отдушку и сверху оставим цветочек. Посмотрим, кстати, сколько в вазочку умещается. А вот такую вот штучку я вам еще не показала. Она мне не попадалась. Такая вот витиеватая штучка. Тоже какая-то кора. Но запах как будто вот, не знаю, розочки вперемешку. Не совсем все-таки пахнет ягодами. Очень запах гибискуса напоминает. Кто любит красный чай, я думаю, поймут, что за запах. Смотрите, я практически большую часть уже всыпала в вазочку. Почему-то до того, как мы начали снимать, мы еще с ребятами спорили. Я говорила, что в эту вазочку даже пол пакета не уместится. А оказывается, она вполне такая себе вместительная. Сухостойчики. Вот смотрите, у меня осталась вот такая вот маленькая кучка. Если, да нет, уже утрамбовывать даже не получится. Но при желании можно, конечно, досыпать. И сверху вот так цветочек. Но мне как-то не очень вот такой вариант нравится, если честно. Лучше все-таки цветочек, когда он где-то вот так вот у нас сбоку, в части вазочки. Ну, либо все-таки не в такую вазочку насыпать, а в более плоскую. Вот такая вот отдушка дофта. Это была у нас ягодная. Чтобы не вскрывать, не мусорить, я вам поближе хочу показать остальные цвета. Значит, смотрите, вот это вот у нас персик. То есть, вот видно, да, вот такой же у нас цветочек. Вот такие же вот, вот они, цветочки наподобие, как шишечка дуба. Вот эти вот закорючки, вот эти вот тоже сухие штучки. О чем говорит? Что цветочки все одни и те же. Отличаются только тем, что их покрасили и добавили определенный аромат. Вот это вот ежевика. Тоже у нее вот насыщенные фиолетовые цвета. Нежно-сиреневые присутствуют. Что-то такое вот грязно-розовое. Все равно вот видно, да, что вот размер, вот сейчас я присматриваюсь уже к этому цветочку, ну, не бывает таких вот цветов. Раньше мне казалось, что это как будто какая-то ромашка сушеная. Но на самом деле оказалось нет. Вот они в более натуральном цвете. Ну, более блеклый, хотя, как бы, ну, такие вот более пастельные интерьеры больше подойдет, я думаю. Вот такие вот отдушки доста мы сегодня с вами рассмотрели. Ждем ваших комментариев, отзывов к видео. Очень надеюсь, что мне все-таки поможете и расскажете, кто обладает знаниями, что это за цветочек, из чего он сделан, и оставите обязательно комментарий по этому поводу под нашим видео. Ну что, вам же большое спасибо, что досмотрели наш обзор до конца. Всем спасибо и до новых встреч!